Средняя пенсия сегодня составляет 13 тысяч рублей. То есть в среднем, я подчеркиваю, в среднем добавят 450. Кому-то больше, кому-то может быть и меньше. И с одной стороны, полтысячи на дороге не всегда можно найти. Но с другой, по официальным данным Росстата, инфляция в России в целом за предыдущий год составила почти 13%. На продукты 13,7. Услуги ЖКХ чуть больше 10. Цены на медикаменты выросли на 23% по сравнению с 2014 годом. И прогнозы на 2016 у экономистов неутешительные. Куда пристроить среднестатистическую февральскую надбавку, разумеется, каждый пенсионер решит сам. Но никто нам не мешает поразмыслить на эту тему совместно с видновчанами. 450 рублей, на ваш взгляд, что можно на них сегодня купить? Ну, что-то можно, конечно. Не, как сказать, 450 рублей. Но всё-таки такой продукт. Молочный продукт, и хлеб там. Ещё что-то можно там, по желанию. Или фрукты какие-то можно. Для старушки молока и хлебушка. Полтора килограмма московского огурца. На них можно купить молоко, сливочное масло, хлеб и бананы ребёнку. Ну, так ещё, может быть, там конфеты, печеньцы к чаю. Не, ну почему в фикс-прайсе можно 8 наименований товара? Ну, там подешевле, по 49, можно побольше купить на 40 рублей. Что можно было купить на 40 рублей, скажем, в 80-х годах, я вам скажу. Можно было купить поездку, скажем, в Чехию или в Болгарию. А сегодня всё-таки? А что, сегодня можно купить? Ну вот, колбасы килограмм хорошие не купишь. Крылышки, хлебушек, масло постное. Вообще-то я сама с Донбасса. Нам бы прибавил, кто пенсии. Я знаю, о чём вы хотите пенсии. Мы даже и этом рады. Всё можно купить, всё. Мы жили хуже, сейчас нормально. На 450 рублей что можете купить? Даже думать не буду.